Удивительно, но факт. Впервые чёткое представление о будущем нашей страны я получил не от учёных-аналитиков или политиков, а от таёжной отшельницы Анастасии. И она не просто показала картину прекрасного будущего, но и аргументированно доказала его возможность для нашего поколения. Фактически она представила свой проект развития страны. Владимир Мегре Звенящие кедры Начало великого пути Мы стоим в начале пути Сообщество предпринимателей, основанное на идеологии книг Владимира Мегре С самого начала, когда были написаны книги, когда они были изданы, к нам поступало очень много звонков, очень много писем. Все люди хотели быть вместе, хотели быть одной командой, хотели уйти со своих работ, которые не приносят ни удовлетворения, ни счастья, по большому счёту ничего, кроме денег, и то не всегда достаточного количества. И вот сейчас родилось нечто новое, что позволит расширять сотрудничество до безграничности. Наши цели перспективны и масштабны. Мы знаем, как это важно — быть вместе. Быть единой командой. На первой официальной встрече, на которой собрались дилеры со всех городов России, мы обсудили множество важных вопросов. Но главным для нас является поддержка поселений. На родовых поместьях будет производить высококачественный продукт. А наши дилеры будут его реализовывать через свои торговые точки, отделы, магазины, кафе, рестораны. И всё это будет под знаком звенящей кедры. Мы знаем, какое значение имеет родовое поместье. Это история. Возвращение к первозданному. Развитие этого направления, оно будет способствовать не только решению финансовых проблем, оно будет решать вопросы творчества. Человек, придя в родовое поместье, вот на сегодняшний день, у большинства всё же остаются вопросы, а что я буду там делать, а на что я буду строить дом, на что я буду содержать семью и так далее. Вот если человек увидит, что можно, находясь в родовом поместье, решать все эти вопросы с помощью развития своего творческого аспекта, я считаю, это будет вторая волна рождения родовых поместьй, укрепления их позиций. Когда мы идём вместе, мы создаём свой путь. Мы строим своё будущее. Дети будут рождаться на родовом поместье. Тех, кто пришёл, производить продукцию. А дети, рождённые на родовом поместье, они воспитаны уже по-другому. У них уровень понимания, у них другой будет, осознанность другая будет, взгляд другой. Вещи, которые привычны сейчас в городе, они поменяются. И когда они поменяются, человек от этого не потеряет, а наоборот приобретёт новое ощущение, новое чувство, любовь. Также в ходе встречи дилеры побывали на производстве, которое находится в двух километрах от тайги. Они смогли сами увидеть, как рождается уникальный продукт. Давно хотел бы увидеть, как происходит кедровое масло. Увидеть своими глазами, как оно разливается, в каких условиях. Я сегодня это увидел. Я думаю, что равных по энергетической ценности тому продукта, который здесь производится, нет в мире. Нет аналогов. Нас объединяет общее дело. Вместе мы производим экологически чистую продукцию. И теперь мы сможем под единой маркой донести его до людей. Я хочу обратиться к родовым поместьям. Нам бы хотелось видеть вас в качестве партнёров. Совместно с вами мы можем донести высококачественный продукт на рынок не только России, но и зарубежный рынок. Впереди у нас много важных дел. Важных свершений. Вместе мы будем ставить новые задачи и достигать их. Сейчас мы настраиваем часы, компасы. Да, вот все, 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 все настраиваемся. В одно русло идём. И двигаться ведь легче. Звенящие кедры. Начало великого пути. Звенящая письма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...